Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас четвёртая серия прохождения Европы ОТОТОУАР РОМ-2 за Сиракузы. Как видите, мы отбросили карфагенский флот и убили каннибала, что немаловажно. Так что в этом ходу мы пока его пропустим, а мы должны ещё убрать вот этих чувачков. И я думаю, что мы сделаем, чтобы не было у нас никаких проблем. Мы перебросим вот эту армию вот сюда, чтобы она помогала, в случае чего. Так, дипломатию посмотрим, окошко дипломатии Аридеи, Афина, торговое соглашение. Так, предназначение договора с ЭПИР, культурное влияние действия агентов против ЭПИР. Договорение о нападении умеренной. Давайте подпишем договора о нападении. Отвергли. Вот скотина. Сиракуза. Враг, враг, враг. Только Рим и Ардей, наш друг более-менее. Так, значит, мы тремли им. Рим вряд ли что-то тоже с нами заключил какой-то союз, кроме обра... А, вне нападения. Военный союз низкий. Так, оборонительный союз низкий. А мы вступим в войну с Татруской лигой. И... Вправо прохода. И... Мы не можем предоставить ЭПИР. Идем, честно говоря, и кажется, что это у тебя от имени Рима. Скотина. Винеты их не союзники. Ну ладно. Вроде пока все, Аридеи тоже вряд ли нам помогут. Нет, этого мы делать не будем. Так, оборонительный союз низкий. Вступить... О, нет. Вступить в войну. Они ни с кем не воюют. Войну. А? Нет, они этого тоже не хотят. Новый Карфаген. Тоже не хотят. Они ничего не хотят, так что... Посылают нас куда подальше. Ну что поделаешь. Пока пропускаем ход. Ну, если пропускаем, как пропускаем. Ждем своего. Спорим на ходы наших противников, ожидая... Блин, что делает мой цивилизатый, я не знаю. Что он делает. Римляне есть, было бы неплохо, если бы вся вот эта армада пошла на Карфаген. Но что-то они как-то не торопятся. А они пока сидят, сложа ручки по своей римке. И ждут, видимо, пока нас разгромят или что-то еще ждут. Не понимаю, пока. Так, ну... А мы будем ждать чего-то тоже еще. Чего-то значимого может быть. Гипец, Эльквиды... Бактрия, Парфея, Понт, Арверны, Галатея, Боин. Моя старая привычка это перечислять... Да уж. Классик Хейлер такой. Может они сейчас зам... Нет, это будет, наверное, первый ход, когда нас никто не напал. И можно сделать такую вот глупость, попытаться захватить Коралис. Ну, это будет здорово, конечно, захват Коралиса. Или хотя бы съесть, просто его разграбить. 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 Это да, это сильно было сказано. Смотрите, море пустое, ребят. Можно сплавать туда вообще на изи. Давайте посмотрим вообще наши возможности в этой плане. Ох, агент обнаружил. Сиракузов, великий пожар еще к тому же. Смотрите. А-а-а-а! Жесть! Жесть, ребята! Так, ну что мы сначала отремонтируем? Ну, разумеется, главное... Блин, не там. Вот эти два здания отремонтируем, а потом уже главное здание. Вот эти, ребята, видите, недалеко могут отходить. Но эти тоже не дальше отплывают. Как бы, а нам нужно путь до самого Коралиса. Так, что эти ребята будут ждать здесь? А, тут Римский флот нам поможет еще. Давайте подгоним этих ребят сюда. Пусть они помогают обороняться, а потом в случае чего тоже будут в море. В следующем ходу уже. Пытаются что-нибудь сделать. Так. Ну, союзники у нас все те же, как бы... Не союзники, а друзья такие небольшие, ближние, так скажем. У нас опять не осталось никаких денег, ни капельки денег. Рим. Почему они нас... Да, они нас любят, просто мы по сравнению с ними слабаки. С кем мы более-менее равны? Так, с Афинами, с Эвидеймом, больше всего мы, конечно, равны. Но нет, и держава, к которой мы превыходили в мощи. Ну, в нашем диапазоне. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот эти ребята. Очень все обидно, ребята. Ну, мы наконец-то сходы берем пока. Опять ждем. Чего-то. В этом стряске может быть небольшой. Как мы видим, Рим, видимо, начал какую-то войну там. Может, самим Карфаген как раз воюет сейчас. Они почему-то флот начали, наоборот, уводить оттуда. Надеюсь, я не соберусь захватить Сиракузу так, по дефолту, пока меня нет. Пока мы тут спим, так сказать. Что это там за фигня такая? Не понял. Надо бы сейчас посмотреть. Хочу, чтобы флот у них посреди карт. Ну, это старая добрая фишка, вы помните, да, то прохождение, когда... Ну, не прохождение, а то серию, когда карфагеняне так умно высадились на своих кораблях, прям по земле поплыли. Это было здорово. Может, Ливи с кем-то... Они кем-то воюют еще теперь. Это нам на руку, конечно, если бы они с кем-то еще воевали. Но если нет, то плохо. Может, кончится. Потому что я уже... Мне прям тяжело выдерживать все атаки, осады. Фим, Тарас, Архимеда. Изавель. А, сволочь, тупая. Смотри, что творит, а. Главное здание уже пора починить здесь. Ну все, опять денег у нас нет. Гальский бар двух боевых отрядов в резерв. А тайный агент раскрыт. Вот тут и Язавель надо убить. Поэтому я отправлю свою соклидатую на это задание. Видите, а эти ребята, даже если что-то захотят, они не успеют просто доплыть не до Кодова, а их убьют. Так что мы будем ждать, ждать, дожидаться. Пока у нас будет стабильный более дохода, мы починим все свои поселения. И тут мне не нравится, и там мне не нравится, какая-то армия формируется. Вряд ли они успеют. Сейчас мы не исследуем... А, технологи. Технологи это важно. Так, чтобы исследовать нам такого интересного. Улучшение строительства. Так, гимнастии, корабельный таран. Военное поселение. Умелые моряки. Гимнастей. Военные посты. Тренирующий лагерь. Скорость бега у всех оборудованных отрядов. Давайте изучим военное поселение. Неплохая цель. Ладно. Продолжаем. Игру. Когда отстроим это, я думаю, мы построим их в большой флот кораблей, так на 10, на 15. Реально большой флот, чтобы он поставил карфиганья на месте. Нужно поставить карфиганья на месте в море, тогда поставим их на земле. На колени, так скажем. Так что, будем ожидать прибытия карфиганья. Смотрите, я вижу, у них новые какие-то планы, видимо, да? А, интересно. Что-то они делают. А, я забыл опять посмотреть, с кем они там воюют, с кем у них дружба. Чувак, какая фигня. Так, ну ладно, мы пока будем ждать. И они отводят свои войска от морского пространства Сиракос. Это меня радует. Значит, они смогут напасть нас. Пока они будут нападать на него. Фракция уничтожена. Кто там у нас? Боин. Попадка диверсии из Изавель. Ну и Изавель, за тобой уже выехали. Даже не думаю, что ты такая безнаказанная тут у нас будешь все время. Армия потихоньку пополняется, как вы видите. Поселения отстраиваемые. Так, в Сиракузов сейчас... А, это в Лилибее как раз сейчас починится лагерь перьяков, и мы начнем формировать наш флот. А вот наш флот. Так, где наш флот? Сейчас мы его посмотрим. Небольшой он, конечно, очень маленький. Всего лишь два корабля. Да. И надо бы нанять этот... О, мы можем найти этот корабль в этом ходу. Вот мы его и наймем. А что мы еще можем теперь нанимать во флот наш? И трезубцы Посейдона, смотрим на этот ряд. Стурмовые лидеры, легкие, и лидеры Савички. Мы пойдем в легкие пельтасты. Ну вот это вот нам, штурмовые Диера, легкие пельтасты. Урон снарядами. Дальность, прочность. Прочность, больше, скорость, ближний бой. Урон оружия. В отличие от этих, ближний бой, прокачиваю хорошо. Ну эти парни тоже нам нужны для таких операций по абордажу корабля. Я думаю, мы не доплывем таким флотом. Там вот видите, такие уже чуваки собираются нас напасть. И они, скорее всего, снова будут брать Лилибей, пытаться брать Лилибей. А мы их будем ждать уже там. Так, ну давайте посмотрим, кто с кем воюет у нас там. Так, Римская империя воюет с... Этрусской лигой. И Венеты... А, они недавно были в Союзе. Волгоги, они предатели. Видите? Спарта. Садрийское царство воюет. Новый Карфаген. С нами и с Римом. Ливия с нами и с Римом. Карфаген. С нами с Римом. Афина тоже с Адрийским царством. По торговле по динстатусу. По отношениям к вам. Рим. Рим, Аридей. Так, ну вот. Лучше две самые фракции. Так, о, о, по имени. А, по имени. Нет, я думал там по этому. По типу как распределяется баланс сил. Но это не так. Ну ладно, будем ждать снова. Прокускаем ход. Ну. Ход закончили мы. Будем ждать чего-то. Чего-то будем ждать. Опять каких-то действий. От Карфагена, от Рима. От Рима в большей степени. Потому что если Рим будет нападать на Карфагена, нам это конечно на руку будет. Как видите, по-моему они собираются подвезти войска уже к нам. Или нет? Ну не знаю, кому они там собираются подвезти войска. Я не знаю, где располагаются дальние границы Рима. Ну вот я думаю, мы сделаем флот. И пойдем вот такие вот крутые чуваки. Хотя бы там и сделаем себе армию 12 тысяч. И пойдем такие крутые чуваки в Коралис. И захватим его. Флот для чего нам нужен? Ну чтобы конечно же оброняться. Оброняться, обронять наших солдат. От нападок этих паразий. Ждем пока конечно будет действие техниагент. Что-нибудь делать, потому что... Вы все поняли, да? Как это и изовель нам портит жизнь. Мы сейчас закончим последнее улучшение с лагерем пельтастов. С этим. Или там как он называется. Тренировочный, что-то короче. Типа того. И уже разберемся дальше. Вольки. И вот, видите? А мы ее не видим, да, еще? А, теперь мы эту мразь видим, видите? Вот она стоит, сволочь. Манипуляция маленький шанс, а вот убийство большой шанс. Ну и это убийство тоже, что ты же маленький США. О, видите? О, видите? Ранен она. А, поселение портит нам жизнь, хорошо. Но мы будем ждать, будет наш заглядать потихоньку обучаться чему-то новому. Я думаю, мы нападем на них. Так, а пока мы трезубцы Посейдона. Опа. Прокачаем хотя бы вот так. У нас есть уже побольше флот наш стал. Не рекомендую пока нападать на такую армию. Но опять мы пропускаем ход, ребят. Пока такая идет ожидающая кампания, понимаете? Может, такую новую стопу стать, а можно вот такую. Ну, мы оставим вот такую. Торговлю у нас аридеи, пошлины, оливковое масло и вино мы снабжаем. Рим, пошлины, импорт, вино, но веритос. Хорошие оливы, дар богов. Импорт из Рим, импорт из Рим. Производство... Ничего мы не производим. Только у нас есть вот здесь рыболовное селение, оно числится сиракузом, и все. Эллинистическое поселение, селение второго уровня. А гарнизон какой получается у нас в городе? Десять тысяч. Толпа, прачники, гоплиты, ополченцы, граждане гоплиты, легкие гоплиты. Неплохо, что неплохо? То есть это примерно... Около еще полторы тысячи человек, то есть у нас четыре тысячи человек почти здесь оброняется в Лилибее. Я не думаю, что они рискнут туда отправиться. А мы пока будем строить фолк потихоньку на том конце, и немножко подкреплять эту армию, чтобы уже ударить по нашим врагам. Вот это важно было бы нам сделать. Ну, мы будем ждать, ждать будем. Какие-то непонятные прямо действия делают наши противники. А Ридеи тоже куда-то задвигали, смотри, осмотрю я из эпидамена. Надо посмотреть. Левицы опять куда-то уплывают. Ну, мы сделаем фото, и уже пойдем на короля с полной уверенностью, а то если нам ударит какой-нибудь гад в спину, конечно, нам не будет лучше. Надеюсь, никакой она не сможет провести их несоглядатой удачной отравлению, убийстве или чего-нибудь еще. Посмотрим сейчас. Нет, попытка диверсия только была. Но не удалось ей ничего сделать. Мы открыли военное поселение технологию. Такая, ну, военных реформ у нас эта серия получилась. Заход культуры, все регионы. Астрономия, ведичка и документы. Фиксированные цены. А здесь у нас, мы и так много уже исследовали, надо вот здесь улучшенное орошение. Во, вот это нам надо улучшенное орошение, чтобы построить вот здесь уже хорошего уровня пшеничные эти годи. Так. Хлеб. Так, что, что, что нам нужно? Что нам нужно? Нам нужно... А, да. В сиракузах. Сейчас будем мы делать... Флот. Да уж. Вот точно. Сделаем флот 10 тысяч тут хотя бы. И нам хватит, я думаю. А может есть какие-то обилки, чтобы дальше плыли. Подробности. Вот они, обилки. О, видите, у него вообще нет никаких обилок. Герой-избавитель и гальский бард. Гальский бард, давайте мы возьмем его. Он, почитательный. Хитрость. А этот... Мастер Асад, храбрый и нежестокий. Пленики, захваченные войны, минус 5%. Боевых двух всех отрядов врага, минус 5%. Ну, опять конец хода. Это, короче, серия, я вам уже сказал, реформ, постройки флота. Будем сейчас укреплять армию вот эту вот. Пока Карфаген дает такую возможность, почему бы ей не пользоваться? Сейчас у нас еще Саглядата придет, мы отправим его в Коралис. Посмотреть там чудо как. Такое чувство, что враг как будто читает мои мысли и знает, что я сейчас пойду в Коралис и направляю туда отряды. Не знаю, я не знаю. Это русский лигой? Ари-де-ей? Бастаре, блин. Наконец-то. Агент, вот видите, опять диверсия, экономит беста. Сволочь. Теперь войска, а кто-то, да? Да, а нет, я не знаю, что ли у меня, короче. Отправим ее туда разведать, что да как в городе. Как мы видим, он никем абсолютно не обороняется. Ему можно взять буквально практически сходу. Думаю, там небольшие... 8 тысяч там оборонен каких-то... Небольшая матрина в 11 тысяч, и флота можно его взять вполне. Так, население... Водушевленой рост заход, новая ставка. Так, а что нам нужно? В Сиракузах у нас все, чики-пики. А, на Сиракузах. Смотрите, какая мразь уже сюда прибежала. Сейчас мы узнаете, что сделаем. А, нет, мы должны флот принимать, ребят. Не можем мы, не будем это делать в этом ходу. Мы будем делать флот. Новый. Вот он, наш лучший флот. У них будет уже 7 кораблей, а нам нужно 10. 10 кораблей нам нужно по вплоте. Хотя бы. И вот в этом отряде мы тоже сейчас... Сделаем новый отряд. Вот, давайте, копим метатели. Еще нам нужны. Ну все, продолжаем. Я думаю, вот этот отряд не пойдет, потому что это чувак мастер осад и все такое, прочее. Отличный генерал наш. И мы пока готовимся, готовимся к нашему штурму. Коралиса. И я смотрю, какие тут прям жестокие боевые действия развернулись там, и они не торопятся атаковать нас. А вот теперь, смотрите, что-то собираются, что-то делают. Ну, как-то они располагают фоток. Понемножку, неаккуратненько. Потихонечку, полегонечку. Мирные цены, свебы, афины, асагеты, расколады, царские скифы, плавитаны. За бокс, марицкий боевый, альдей. Наши дальние братья. Господи, ну наконец-то, ребята, наконец-то. Попытка диверсии опять не удалась, я еще открыл. Отлично, войска набрана. Так, смотрите, теперь у нас плот уже побольше. Побольше здесь флотик у нас. Но нам все равно нужно еще больше. Хотя, стоп, мы не можем еще больше, нам нельзя еще больше. У нас экономика просто взорвется, если еще больше. 7000 нормально. Ой, 7000, ну 7. Это у меня из Европы универсалисты такие уже эти привычки. 7, это нормально. Мы сейчас направим этих парней вот сюда потихоньку, пусть плывут к лилибея уже. Стоп, стоп, эти ребята. Нет, не на корабле, ребята, не на корабле. Нет, это то же самое. Так, все, здесь защищаем, да? Угу. А она пусть, ну, проведет какую-нибудь диверсию здесь, столь. Отравление колодков. Он ранен. Так, задержка стоит, стоп, даже стоит. А гора, это важная любовь к греческому городу, в общем-то. Поэтому, когда она высадится вот здесь, а на следующем ходе, она закончит свое дело, черное, так скажем, черное дело. А мы пока что, мы пока попробуем заключить с кем-то, какого-нибудь броника стоит, что ли. В какой-то веке. Так, вот, видите, они воюют с долматами. Окей, я говорил, с кем-то они воюют. Новый Карфаген. В мире, видимо, появились какие-то рабы. И теперь эти рабы... О, вот, Рим. Рим. Рим, это хорошо. Давайте. Нет, ничего, по-моему, с Римом. С РД-ами. А такого нам не надо. Да. Вон. Торговый советский. Торговый советский. Как скажете, ребята, как скажете? Только потом не приползайте ко мне, га-ня-ки. Когда мы станем сильной державой. Ну, конец хода. Блин, конечно, захватить это поселение было бы просто лакомым кусочком. Это все в Сардинию захватили. Видите, Рим потихоньку, по-моему, будет переправить, наверное, силу уже на фронт с Карфагеном. Потому что уже сколько можно, Карфаген отсиживается просто все. А это нам никому не надо. Ни нам, ни им вообще, никому. Опа-па. Что тут творится, ребята? Не нравится мне это. Ну, мы перейдем пока в Лилибей. Эти парни будут его бронять. Нужно шло перед Лилибей. Вот эти парни его броняют. А эти ребятки уже в Каралис. И всех их там будут уже мочить. Надеюсь, что будут мочить. Как бы... В чем бы и нет. Так. Скоро наш ход. Далматедра. Ливия тут что-то тоже рыпается. Заметьте, наш флоп обедоносно плывет, а Ливия рыпается. Персия, Родус, Рогия, Саргатия, Сардеск, Рабы, Тила, Вольки. Все. Все. Теперь наша обвражительная заглядавка закончит свое дело. Черная. Подождет Агару. Попробует поджечь. Надеюсь, у него получится. Молодец. И, наконец, повысим ей ранг. Отлично. Противен. Агент. Отлично. Карались. Поджог. Это очень хорошо. Мы мешаем им. Они мешают нам. Все. Постаринке. Так, вот эту флопу и отсюда. И пока заходит вот в этот порт. Да. А мы чего-то ждем. Чего можем? Мы ждем пока. Либо в Лилибей поднимется. Население. Либо. Либо в Сиракузов. А, ну, он закончится следованием. Мы построим в Сиракузов. Вот это вот здание как раз. О, блин. Вот вообще супер. Смотрите, у нас как раз вот. Короче. Сейчас закончится ход. И мы строим в Сиракузов. Охоросительный канал. Потому что у нас как раз следованием подойдет. И, возможно, эти деньги будут. Все. Мы построим их. И все будет у нас окей. И, возможно, это будет у нас окей. И, возможно, это будет у нас окей. А я подумал, что там чисто флот по дефолту так оставить. О, новая фракция. Места силы. Так, они у нас в этом? Да. Места силы. И где они? О, они типа враги Крафогена. Хорошо. Продолжение следует. Торговое соглашение, соответствовали. Отлично. Оборонительный сервис. Благодаря этому соглашению нашей армии открылись новые пути. Нет, оборонительный сервис мы не будем. Мы готовы военные, но хоть мы новый горизонт так открыли. С вами по дефолту. Смотрите-ка, все прекрасно теперь у нас, ребята. Рим, Аридей. Аридей, мы вообще сейчас с ними уже на равных. Я уверен, что вы слышите вашей армии, инспирен, как она не уверенно является, по поводу и знаменитой Афины herself. Да, урс. Теперь мы знаем еще... Мы знаем множество уже государств, кстати. Неплохо. Мы теперь неплохую информацию имеем о... землях врага. По дефолту так... О, не туда, не то, не туда. Теперь что нам придется сделать, ребятки? Это просто всех ребят отправить сюда на помощь. И ждать нападения. А, технология, это важно. А, мы, кстати, еще можем построить... Вот, растительный канал, пищи, доход от земледелия. Отлично. Так, технология. Теперь военные, что-нибудь надо его изучить. Гимнастий. Центральное зернохранилище. Осадная башня. О, осадная башня, это тоже классная штука. Теперь мы такой уже врыв обязаны просто сделать. И будем ждать действия карфагена. По-любому агрессивно. Потому что мы такое сделали. Но это я ошибся. Я, честно, не хотел отправить просто топ-флота. Пришлось отправить всю армию. Если они нам сейчас никак не помешают, я просто буду счастлив, ребят. Вы не представляете, как я буду счастлив. Да, я смотрю, карфагенская держава не столь мощная, как раньше. И коралис сейчас может стать нашим. Да, да, да. Есть только левиц, никаких глупостей не наделать. Эти мрази. Как я их ненавижу. Левиц, господи, знали бы вы. Ну, теперь карфагене, нам пришлось открыть еще один флот. Ой, фу, флот. Фронт. С нашими новыми братками. Которым я потом намереваюсь, когда захочу коралис, обронительный союз там заключить. Все-таки, все такое, все такое. И все у нас будет уже с ними отлично. Видите, мы теперь въедем их с ней земли. И у армии у них такая тоже неплохая. Две праздницы. Красавчики. Красавчики просто. Получается, они дали... Против карфагене нас заступили. И дали нам возможность тоже развернуться хорошенько на этих землях. Смотрите, герой герой. Новый человек. Теперь нам нужен новый командующий. Эпидемия. Десять тысяч. Новый асхин. Достойная демонстрация силы. Вы наложили морскую блокаду. Поддерживает блокаду. Видите, сейчас вот эта вот наша ображительная сеглядация. Сеглядация отравит колоссы. Ага, ага. Блин, не смогла. Вот шмар. Ну, а эти ребята вернутся уже тогда доблесть сюда. Операция началась так резко. Я смотрю, они вообще не хотят никак это. Нам противостоять пока не хотят. Я, то есть, это... Этому просто уже... Так, это что у нас? Авторитет, общий порядок? Нет, не хочу этого. Противника возьмем. Нормально. Отлично. Демонстрация силы, все такое, все дела. Ксерокузам тут поплывает отрядик. Это не есть хорошо. Кандидатов нет на данный момент. В армию в нашу доблестную, хотя очень, я считаю. Так, ну и добратимся к дипломатии. Ордеи. Рим. С нами перестали больше считаться. Не знаю уж, чего это происходит, чего послужило. Причина такой. Любви к нам, но, тем не менее. Тем не менее. Ну, сирокузов, значит, мы просто... А чем мы можем делать сирокузов, если не можем найти армию? Альбертов нет. Ну, значит, будем ждать, если что, попробуем его отватить потом. Как-нибудь потом будем ждать хода противника нашего. Ну, видите, римляне, римляне, римляне уже тоже плывут сюда. Сразу почувствовали то, что могут потерять коралис, и сразу, да, двигались римляне. Ну, я думаю, римляне, и вот эти ребятки их сбивают с толку теперь больше всего наших противников. Конечно, мы рискуем, нападая на них, понятное дело, мы рискуем. А как не рисковать-то? Как иначе? Сейчас левийцы еще будут... Да, вот это будет Мочилова. Ну, вот сейчас вот ход закончится, я думаю, закончим нашу серию, потом продолжим обязательно. Смотрите-ка, агент какие-то фигни там творит, этих, это русская линия. Ну, да, да, бывает такое. Ох, вот, смотрите, левийцы. Грозные ребят, слушайте. Они отводят войска от сирокузов. Ну, ладно, зря я волновался. Значит, зря я волновался. И это очень хорошо, что зря. Ну, все, на этом мы закончим нашу серию. С вами был Хеллер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok